не успели мы отойти от газового кризиса который страна пережила в октябре как замеркала угроза нового в понедельник 22 ноября газпром уведомил молдову о возможном прекращении поставок газа в течение 48 часов из-за отсутствия оплаты за газ молдогаз должен платить за газ потребленный в прошлом месте до 20 числа текущего месяца если этого не происходит газпром может прекратить поставки газа о чем уведомляет молдова газ за 48 часов этот пункт в контракте не новый он был и раньше однако раньше не применялся несмотря на то что задержки с оплатой со стороны молдова газ были и раньше помимо прекращения поставок есть и другая санкция за несвоевременную оплату финансовая такая как пеня за каждый день просрочки платежа однако газпром решил сразу увидим о прекращении поставок в данном случае речь идет о текущей задолженности в размере 74 миллионов долларов за октябрь и часть ноября 2021 года после уведомления газпрома зашевелилось правительство с одной стороны логично страна рискует остаться без газа что может спровоцировать очередной газовый кризис а это может создать политическую напряженность в стране и подрывать устойчивость власти но на самом деле речь идет о взаимоотношениях двух экономических агентов газпрома и молдова газ один экономический агент должен другому в данном случае молдова газ должна газпрому и по логике вещей должен суетится молдова газ но денег у молдова газ нет оплату за газ потребленные в октябре с конечных потребителей собрать не успели не говоря о счетах за ноябрь финансовых резервов у молдова газ судя по всему нет раз молдова газ не торопится закрывать текущий долг перед газпром есть вариант взять кредит а кто же даст кредит компании чья задолженность в десятке если не сотни раз превышает ее активы по мнению вячеслава я ница был и другой вариант предоставить молдова газ тарифную гарантию о том что тариф будет скорректирован в будущем с этой гарантией уверяет вячеслав я ница молдова газ смогу получить кредиты на финансовых рынках для выплаты долга в таком случае все выглядело бы логично экономический агент искал бы возможности закрыть долг перед своим поставщиком но в этом случае вопросы задолженности почему-то взялось решать правительство привлекая для этого средства из бюджета страны и тут возник вопрос насколько это справедливо многих возник еще один вопрос почему и правительство молдовы и молдова газ ждали до последнего момента и довели ситуацию до этого уведомления со стороны газпрома зная о наличии такого пункта в контракте можно было предположить что он может быть применен надеяться на то что его не применят несколько глупо не так можно конечно обвинять газпром в нечестности и несправедливости почему раньше в подобных ситуациях не применяли этот пункт а теперь решили применить но как говорится у чехова если в начале пьесы на стене висит ружье то оно должно выстрелить к этому надо быть готовым и не надо давать повода газпрому использовать это ружье против нас с момента возвращения андрея спину с переговоров по газу из санкт-петербурга можно было найти более эффективное и изящное решение этой проблемы не ущемляющие национальных интересов страны иными словами решение при котором суетилась бы руководство молдова газ они правительство как это и должно быть раз уж и речь идет о задолженности одного экономического агента перед другим и думаю что правительство ищет возможности погасить задолженности других экономических агентов как она делает в этой ситуации с задолженностью молдова газ с этой точки зрения создается нездоровая конкурентная среда теперь что касается решения найденного правительством для устранения текущей задолженности молдова газ давайте послушаем вице-премьера андрея спину решение предложенное правительством заключить контракт о назначении части задолженности термоэлектрики молдова газу назначение этой части задолженности энергокому говорим о сумме примерно 1 миллиард и 400 миллионов эта сумма необходимая для текущих оплат газпрому энергоком заплатит часть этой задолженности молдова газ а молдова газ оплатит натуральный газ и тут следует остановиться и сказать стоп что значит погашение исторической задолженности термоэлектрика верить ведь речь идет о текущей задолженности за октябрь и часть ноября текущего года разве 1 ноября господин спину не говорил что историческая задолженность перед газпромом будет погашен только после независимого аудита давайте освежим память вместе говоря только о правой части днестра в этой части мы рассмотрели и пришли к взаимопониманию с газпромом что до момента пока не будет проведен независимый аудит подтверждающий какова все же задолженность как она была сформирована и из каких источников мы не можем говорить о регулировании этой задолженности или каждый раз это будет пинг-понг мы скажем 400 они скажут 800 так мы ни к чему не придем протоколе который мы подписали отмечено и четко написано республика молдова инициирует независимый аудит и после проведения этого аудита мы переходим ко второй части а именно регулирование этой задолженности может я чего-то упустил но насколько я понимаю аудит задолженности молдова газ перед газпромом пока не проводили не создаем ли мы опасный прецедент погашая историческую задолженность перед газпромом таким образом тут конечно все двусмысленно мы погашаем текущую задолженность погашая в то же время историческую эдакий финт ушами как бы этот финт ушами не обошелся нам дорого газпром может найти другой повод применить положение контракта о прекращении поставок и сказать ребят придумайте еще один финт ушами чтобы погасить остаток исторической задолженности у вас это хорошо получается а если это не историческая задолженность а текущая то надо снизить тариф на газ для конечных потребителей за октябрь и часть ноября текущего года потому что погашая текущую задолженность молдова газ из наших с вами налогов правительство оплачивает часть тарифа которую формируют формирует закупочная цена на природный газ и если правительство и и уже покрыла из наших с вами налогов зачем нам еще раз платить за нее оплачивая счета за газ а если правительство погашает историческую задолженность тогда она нарушает обещание не погашать эту задолженность до проведения аудита историческая задолженность молдова газ перед газпромом за газ потребленный на правом берегу это тайная покрытая мраком даже если эксперты говорят о том что задолженность термоэлектрика это самая прозрачная часть задолженности правого берега не надо спешить ее погашать Молдову ущемели при создании Молдова-Газ, не оценили важные и дорогостоящие активы страны, передав их Молдова-Газ. Если по-честному все оценить, то может получиться, что должны не мы, а должны нам. И другой вопрос. А насколько законно использовать деньги Энергокома для погашения исторической задолженности термоэлектрика перед Молдова-Газ? Энергокому деньги выделялись для обеспечения энергетической безопасности страны. В решении комиссии по чрезвычайным ситуациям от 22 октября 2021 года говорится, что 1,7 млрд леев выделяются Энергокому для закупки газа в условиях чрезвычайной ситуации в газовой сфере. В этом же распоряжении говорится, что Энергоком должен закупить газ у компаний, имеющих лицензию, как минимум в одной из стран Европейского Союза. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выделяла эти 1,7 млрд леев для закупки газа у компаний из Европейского Союза, потому что Газпром угрожал прекратить поставки. Иными словами, деньги должны пойти на снижение нашей зависимости от Газпрома. А тут получается, что мы отдаем эти деньги Газпрому, из-за которого вводилась чрезвычайная ситуация месяц назад. Разве таким образом мы не делаем себя еще более зависимыми от Газпрома, отдаляя страну от желанной энергобезопасности? Само решение о выделении этих 1,4 млрд лей для погашения то ли исторической, то ли текущей задолженности перед Газпромом принималось в очень спешном режиме. Некоторым оно напомнило решение о спасении трех банков в 2014 году, когда правительство выделило 14 млрд лей из резервов Нацбанка. Вся эта история, как мы помним, закончилась кражей миллиарда. Такую параллель привел Вячеслав Янице. Сейчас у нас впечатление, что хотят сделать это. Мне это напоминает, когда хотели обокрасть банк деэкономии, и пришел умный человек с идеей и сказал, господин Янице, не нужно продавать банк деэкономии, нужно выставить 5% акций на биржу и посмотреть, как их оценят. Человек говорил с экономической точки зрения, а те, которые своровали, у них не было цели принести деньги правительству, у них была цель вывести деньги. На это Андрей Спыну решил напомнить Вячеславу Янице, где и с кем тот был в 2014 году. Тогда, как мы помним, Янице был председателем парламентской комиссии по финансам. У меня единственный вопрос. Просите у господина Янице, какую должность он занимал в 2014 году. Если не ошибаюсь, он был главой парламентской комиссии по бюджету и финансам. Он делает сравнение с 2014 годом, и если делать это сравнение, то нужно спросить, что он делал, чтобы не допустить кражи миллиарда. Решение этого правительства только во причине того, что мы хотим пройти через парламент, будет первое чтение, второе чтение. Все очень прозрачно, чтобы не появилось ни одного подозрения в том, как тратятся деньги. Все проходит через парламент. Эта процедура намного дольше, но с нашей точки зрения это лучшая процедура, более прозрачная, более правильная, с большей ясностью, чтобы не было подозрений, как тратятся деньги, выделенные Энергокому. По словам Спыну, эта ситуация кардинально отличается от ситуации 2014 года, поскольку сейчас, заявляет Спыну, это решение о выделении денег Энергокому принимается прозрачно с соблюдением сроков, предписанных Конституционным судом. Тут, конечно, можно похвалить правительство за прозрачность, но прозрачность не всегда означает честность и ясность того, что происходит. Если остаются вопросы, может не все так прозрачно, как должно быть?